Я очень хотела сегодня выложить бэкстейдж, закулисную работу на свой последний трек «Грустная танцую, танцую, танцую». Но пока не буду. Я просто хочу сказать спасибо всей творческой команде Украины, режиссёру, оператору, художнику по костюму, монтажёрам, всем, кто занимался картинкой, цветокоррекцией. Это всё граждане Украины и автору песни, гражданину Украины. Гражданам России хочу сказать огромное спасибо всем, кто принимал участие в этом клипе. Это актёры, это человек, который записал эту песню, это художники-постановщики, это, в конце концов, владельцы павильона. Да, это граждане России. А что это такое, вы скажете? А я скажу вам, это народная дипломатия. Это когда у вас не возникает конфликта ни на какой почве, ну, кроме творческих. Вот на творческие разногласия мы имеем право, на остальные нет. И я надеюсь, что и в дальнейшем мы продолжим своё сотрудничество. И в связи с тем, что моя семья в Киеве, я, честно, сначала запаниковала, потом с ними поговорила, да не без паники. Все уверены, что скоро всё закончится, закончится хорошо. Я в этом не сомневаюсь, но я вспомнила уже набившую оскомину притчу про царя Соломона, про то, как к нему пришли две женщины с одним ребёнком. И каждая из них говорила, дайте это мой ребёнок, а дайте это мой. Царь их слушал, слушал, а потом сказал, слушайте, женщины, разорвите-ка его напополам. И вот та, которая его родила, настоящая мать, она отошла в сторону. Но, естественно, в здравом уме ни одна мать причинять вред своему ребёнку не будет. Царь Соломон для меня — это сейчас прообраз дипломатии. Мне всегда казалось, что это самое высокое искусство. Это не просто политики, это ещё и миротворцы. Это способность сглаживать любые политические, экономические и прочие углы, на которые способны разные неразумные дети. Поэтому я очень хотел, чтобы дипломатия всех стран, самый сильный мира, в этом смысле дипломаты объединились и разрешили конфликты, которые происходят. И ещё, не поддавайтесь панике. Пожалуйста, ну, поменьше смотрите новостей, потому что так много фейка, который мы сейчас не в состоянии отличить друг от друга. И давайте друг друга поддерживать. Ну, а своим подписчикам я хочу сказать огромное спасибо за поддержку и за то, что благодаря вам наша совместная работа вышла в тренды.